А в Каспийске участились случаи нападения собак на людей. Бездомные животные, сбиваясь в стаи, свободно разгуливают по улицам. Жертвами таких стаи могут стать и дети, и взрослые. Беспокойные жители пишут во все инстанции. Кто поможет каспичанам и помогут ли, узнавала Луиза Раджабова. Вот, смотрите, стаи собак. Это еще... Вот, от них что-то отделилось, какая-то часть особей. Там еще кто-то догоняет их с моря. Вот такие стаи собак. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Она лает, кидается и кусает. Собака не всегда друг человека. В Каспийске участили случай нападений четвероногих на людей. Бездомные животные, сбиваясь в стаи, свободно разгуливают по улицам. Жертвами нападений могут стать и дети, и взрослые. Я обращалась уже в администрацию. Пришел ответ, что об установлении идет тендер. Что собак будет отлавливать, транспортировать, временно содержать и стерилизовать. Но, по всей видимости, это не выход. Потому что на моего ребенка напала собака, у которого было клеймо на ушки. То есть, значит, у нас стерилизованная. Долго искать пострадавших не пришлось. Практически каждый ученик в этом жилом микрорайоне сталкивается со сворой собак. Ведь явно напуганно происходящим. Вечером мы вышли на прогулку. Соответственно, она со своей подругой, они впереди, играются. И неожиданно выбегают своры собак. Две большие собаки, из них две белые собаки, нападают на моего ребенка. Одна сзади, одна спереди. Прямо атаковали, уже готовы были расстерзать. И буквально сантиметры от ребенка я уже успел подбежать, отогнать. Когда они на меня, тогда в тот день напали, я очень сильно начала, еще сильнее начала их бояться. И мне стало очень сильно страшно, я очень сильно боюсь собак. Люди пытаются найти помощь у руководства города. Подобная ситуация сложилась из-за изменений в законодательстве. Муниципалитетам запретили уничтожать пройдячих животных. Собак должно отлавливать, содержать неопределенное время, пока ветеринар проведет проверку, после чего животное вдовь окажется на свободе. Таким образом, в 2009 году страна выполнила обязательства по защите прав животных. Тендер на проведение работ по отлову собак в Каспийске выиграл Илья Смуртузалиев. Он индивидуальный предприниматель. Ведет работу честно, аж с 19 ноября. Очень много звонков от милиции звонят, от администрации. И такие звонки есть. Просто не успеваем каждому уезжать, но ни один звонок пока не оставили без контроля. Однако республика сталкивается с проблемой финансирования приютов. У властей нет денег на обеззараживание и стерилизацию животных. Питомники, которые у нас в Каспийске нет. Ну, сейчас бы и питомник тоже строится, частный. Но в следующем году будем уже более аккуратны. Это противостояние может стать опасным для обоих сторон. В администрации города Каспийска уверяют, что данный вопрос постоянно держится на контроле. На каждую собаку паспорта составляют, на каждую собаку акт от ЛОДУ, документацию, как положено. И фотографируем собак дополнительно. Это все материалы есть, и собаки есть, вольер есть. У нас эта вся работа сделана, налажена, и сейчас ведется эта работа. Будем надеяться, что городские власти наведут порядок в данном вопросе. Ведь одно дело, когда у собаки есть хозяин, другое – когда она бродячая, голодная и злая. Тут, как говорится, жди беды.